Врачи детской областной больницы отмечают рост числа ожогов среди малышей. Только с начала года в отделении травматологии с серьезными термическими повреждениями поступили больше 40 маленьких пациентов. В основном это дети от года до трех. В чем причина такой неутешительной статистики? И как обезопасить своих чад в материале Александры Солминой? Маленькая Вероника только проснулась. Ребенок в хорошем расположении духа. Малышка играет и позирует перед камерой. И не скажет, что у этой девочки серьезная травма. Почти 15% ее нежной кожи покрывает ожог. Случилось это две недели назад, вспоминает мать четверых детей. Она тогда укладывала спать сестренку-близнеца. А Вероника осталась под присмотром старшего сына. Пили чай. Малышка опрокинула на себя кружку с кипятком. У меня вдвое сыновей. Одному 11, второму 3. И у меня не было таких случаев, что это первый раз у меня такое, что у меня ребенок ожог получил. Я в шоковом состоянии сама сюда поступила. Потому что для меня это первый раз. И я не знала, как помочь своему ребенку даже. Поэтому мы сразу как-то, ну, скорую и сразу сюда поехали. Через два дня семимесячные Вероники сделают операцию по пересадке кожи. Совсем скоро малышка поедет домой. В отделении травматологии 10 ожоговых коек. И ни одна из них ни дня не пустует. Дети с термическими повреждениями различной степени тяжести поступают с завидным постоянством. Чаще всего причина тому – недостаточный контроль родителей. Что происходит? Дети тянут на себя кастрюли, чашки, тарелки с кипятком. И обжигают лицо, грудь, руки, промежность. В общем, все части тела, которые только можно представить. Некоторые оставляют на полу тазики ведра с горячей жидкостью. Сурпой, например. И дети подходят и садятся в них. Испуганные родители часто не знают, как помочь своему малышу. У врачей детской областной больницы для них несколько советов. Первый и самый главный – не нарушать правила вытянутой руки. Ни на минуту не оставлять ребенка без присмотра. А если беды избежать все-таки не удалось? Если это поверхностная травма и есть только покраснение и чувство ожжения, достаточно положить влажную, холодную поверхность, можно лед, принять обезболивающее. Если имеются ожоговые пузыри, то не рекомендуется их вскрывать. Накладывается какая-то чистая поверхность на ожог. И обязательно нужно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Здесь, в детской областной больнице, с такими пациентами работает целая команда специалистов. В отделении отмечают, случаи ожогов участились. Если за весь 2014 их было 88, то всего за три месяца этого года в травматологию поступили 44 малыша. В основном это дети в нежном возрасте, от года до трех лет. Поэтому врачи просят родителей быть ответственнее и внимательнее к малышам. Ведь их жизнь и здоровье в руках мам и пап. Александра Салмина, Жулузбек Ермуканов. Новости МТРК.